привет всем любителям физики астрономии вообще точных наук с вами андрей щетников и мы продолжаем серию роликов о том как люди измерили расстояние до объектов в далеком космосе и уже в этой серии были сняты ролики о том как древние греки измерили размеры земли расстояние до луны потом 17 18 веке было измерено расстояние от земли до солнца и наконец 19 веке расстояние до ближайших солнечной системе звезд и все это было сделано методами геометрии но если более точно методом параллакса но до звезд добрались а дальше чтобы до звезд которые подальше в нашей галактике и тем более до соседних галактик уже геометрические методы перестают работать слишком маленькие углы надо измерять и на замену им приходит метод ну или группа методов стандартных свечей говорят о них и вот мы сегодня о первом из таких методов будем говорить и этот метод связан с переменными звездами прежде всего с цифеидами а звезды эти называют цифеидами потому что они схожи с одной переменной звездой которая обозначается в астрономии как дельта в созвездии цифе и эта звезда по наблюдениям за пять суток и восемь часов меняет свою яркость периодически по вот такой кривой более чем на одну звездную величину меняется и меняется она именно потому как позднее было уже установлено что она меняет свои размеры это большая звезда и и диаметр в сорок раз больше чем диаметр солнца и вот за эти пять суток 8 часов она увеличивается на 4 солнечных диаметра и уменьшается вот так пульсирует и в силу этого ее яркость и меняется а теперь на нашей сцене появляется замечательный американский астроном генриетта левит которая в 1908 году занималась изучением переменных звезд в малом магеллановом облаке и левит обнаружила что для этих звезд имеется прекрасная зависимость между периодом изменения их яркости и их максимальной ну а впрочем и минимальной яркостью тоже и эти данные отлично ложатся вот на такой график или вид поняла что поскольку все эти звезды находятся от нас приблизительно на одном и том же расстоянии потому что размеры магелланова облака существенно меньше чем расстояние до него этими данными можно воспользоваться и для измерения расстояний и до других переменных звезд такого же типа и и для этого мы воспользуемся законом обратных квадратов который говорит что видимая яркость точечного источника убывает пропорционально квадрату расстояния до него потому что световое излучение распределяется на всю охватывающую этот источник сферу а площадь сферы пропорционально квадрату ее радиуса и тут конечно считается что свет не поглощается по пути от источника до наблюдателя а теперь мы будем опираться на зависимость между периодом переменной цифериды и яркостью в максимуме которую получила генриета левит допустим что мы наблюдаем какую-то переменную цифериду и видим что ее период составляет 30 суток мы отмечаем этот период на графике и находим какой яркостью в магеллановом облаке будет обладать цифериды с таким периодом и пусть та цифериды которую мы наблюдаем в сто раз ярче в максимуме значит мы можем сделать вывод что она к нам в 10 раз ближе чем магелланова облака и все это очень хорошо за исключением одного в такой схеме расстояние до магелланова облака мы пока что не знаем поэтому весь проект надо разворачивать в другом направлении найти какую-нибудь цифериду относительно близкую к земле до которой можно определить расстояние методом параллакса узнать каков период этой цифериды дальше соотнести ее с графиком для магелланова облака узнать во сколько раз она в максимуме ярче соответствующий с таким же периодом цифериды из магелланова облака и уже по вот этому отношению яркости соответственно эти отношения расстояний в обратную сторону ну вот только тут тоже есть одно затруднение дело в том что вблизи земли циферид не ед и самые ближние находятся на расстоянии нескольких сот световых лет но тем не менее поскольку у астрономов появилась возможность заглянуть далеко в космос измеряя расстояние этот проект попытался осуществить американский астроном харлоу шепли в 1914 году значит через шесть лет после полученного результата ну и до некоторых циферид в пределах тысячи световых лет радиуса вокруг нас он расстояние пусть грубо но измерил и тем самым расстояние до магелланова облака тоже с такой же грубостью оказалось известным ну а дальше был уже вопрос уточнения всех этих результатов там еще было много разных проблем обнаружилось что есть цифериды двух типов они одного ну и всякое разное другое но главное что принцип использования стандартных свечей вот из этого рассуждения уже понятен но и следующих роликах мы поговорим о продолжении этих методов а сейчас я прошу вас писать какие-то свои вопросы комментарии и спасибо вам большое за внимание и и Субтитры подогнал «Симон»